Волейбол 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 Чуточку Может быть Спортивного везения Ну а Полуфинал Вышли Четыре Самые достойные И сильные команды По принципу Везет сильнейшим И сегодня Пожалуйста Посмотрите Наслаждайтесь Игра двух команд Которые вчера Мегина Конголаский уступил Амгинскому району, город Якутск в драматичнейшем поединке уступили команде Команде Намского района, хотя имели все шансы выиграть и выйти в полуфиналы. Но что прошло, то прошло. Прошлого не вернуть, зато можно завоевать самое престижное из оставшихся мест, пятое место и тем самым внести хороший крепкий вклад в общекомандный зачет. Поэтому мы вправе ожидать волейбол высокого уровня от классных волейболистов. На ваших экранах главный тренер города Якутска, мастер спорта России по волейболу Светлана Муратова. На стройка мегинских волейболистов. Приглашаются игроки на площадку. Старшие тренеры Семен Афанасьев, Ниголай Цепандин заявлены сегодня на игру. Посмотрим, какие установки будут для мегинцев. И стартовые шестерки. Афанасьев Василий, капитан команды, связующий игрок. Тимур Прохоров, центральный блокирующий. Джулус Варламов, сегодня либера. Петр Андреев на доигровке. Далее Игнатий Прохоров, второй центральный блокирующий. И Максим Попов на диагонали. Айал Аргунов будет вторым доигровщиком. Команда города Якутска в красно-белых игровых формах. Капитан команды Егор Сукулов. Сейчас подача у Якутска. И по ходу мы будем представлять всех игроков. Первый судья матча Аркадий Ефремов. Судья первой категории из города Якутска. Второй судья Анатолий Чемерзанский. Судья первой категории. Александр Черкашин. Только позитивно настроенный. Сейчас будет вводить мяч на первую партию. Дождемся свистка. Смотрим матч стыковой. Первая игра. Мегина Конголазский-Якутск. Поехали. С вами комментатор Татьяна Иванова. Чуть позже к нам присоединится наш уважаемый эксперт Александр Ушницкий. А пока видим, что первое очко достается команде Мегина Конголазского района. На подаче был Василий Афанасьев. Два разыгрывающих игрока первыми вводили мячи с подачи. И сегодня не секрет, что очень многое будет зависеть от уровня их игры. Два высококлассных связующих игрока. Василий Афанасьев, Александр Черкашин. Какую сегодня они схему выберут. Схему атак. От этого будет зависеть успех их команды. Андрей Климов на подаче. Сегодня он остается в основе. Вчера заходил с замены. Но пока все удачно. Начало складывается для города Якутска. Такой несильный, но точный перевод от Тимура Прохорова. Над чистой сеткой выводит Василий Афанасьев. Два, три. Тимур сам на подаче. Касание было от Либера города Якутска. Сегодня стартовой шестерки. Ну, с самого начала игры зашел Либера Павел Сукулов. В команде Якутска. Хорошая доводка. И пока не получается забить с четвертой зоны. Вот тут дождался Никита Заусаев. Знал, что доигровка не идет у Мегина Конголасского. И, скорее всего, атака пойдет через третью зону. Оказался прав. Счет 4-3. И в атаке Мегинская сборная. Егор Винокуров на подаче. Был на ваших экранах. В диагонали пробует Александр Черкашин подключать своих нападающих. И вот тут брейковый мяч будет у Мегина Конголасов, которым они на радость своих болельщиков воспользовались. Смотрим продолжение, развязку первой партии. Хорошая атака. Крест выполнили ребята Мегинсы и Петр Андреев, забивший очко, сам идет подавать. Уважаемые зрители, к нам присоединился наш уважаемый эксперт по волейболу Александр Ушницкий. И мы продолжим уже вместе наблюдать за этим волейболом. Игра стыковая между Якутском и Мегина Конголасским районом. Ну, уважаемые друзья, третий игровой день у нас. И стыковые матчи, как уже сказано. Борьба, вторая пулька. Игра идет. Будет бестись, победитель будет играть за пятое место. Проигравшись за седьмое. Ребята полный цикл играет. Завтра тоже будут играть. И сегодня важный матч. Якутск. Вчера в упорной борьбе, как мы знаем, уступил в четвертьфинале. И сегодня обоим командам нужна победа. Мы знаем, что у Мегина Конголаса и Якутска очень много болельщиков. И надеемся, что они будут с наслаждением смотреть этот матч. Тем временем Егор Сукулов продолжает подавать. И тут по блоку Игнатий Прохоров. Пять. Хороший был пас от Василия Афанасьева, да, видим? Да. Ввел в заблуждение блок соперников. Да, смазанный переем, и Андрея Клима приходится просто перекидывать. Спасание. Досадная ошибка, да. Спасание сетки. Командная ошибка. Доигровщик. Правильно, да. Пока мяч был в воздухе, доигровщик нарушил правила. Алексей Арбатский мы сегодня видим в стартовой шестерке. Александр Черкашин не те активы проявил, но это пока еще победный мяч якутскими не принес. Сегодня у нас в Банге погода пасмурная. Ребята, пока смотрим такой размерный волейбол, скоростные и силовые качества. Еще, на мой взгляд, еще ребята не включились в полную силу. 11-7, якутск спереди. Первая зона, у них угол пустой, вернее. Если неудобно, ну да, даже если ты выпрыгнул и неудобно, возьми просто двумя руками. Да, необходимые корректировки тренера уже внесли. Мы понимаем, что не всегда связующие игроки доводят мяч для нападения удобно. И было сказано, что не просто скидывать или накатывать, а именно направлять мяч двумя руками. Там, где пусто, да? Да. Атака Мегинцев. Волну закрывает блок. Со второго раза. Пробивают стену Черкашин-Заушаев. И сейчас Джулус Варламов. По общей коррекции за счет спортикеды Мегинская сборная команда Мегина-Кангаласа будет давать где центральных сельских улусах, а город Якутск, очки набранные в волейбольном турнире, пойдут за счет городов. Это отдельная, это первая группа. У нас Якутск, Мирный, Нейрангри. Ленск, Алдан, да? Да, да. Ну, там более-менее картина ясна. Якутская лидер. А вот среди центральных сельских улусов, больших улусов, да, Мегинцы в общекомандном защите претендует на тройку. И каждый мяч, можно сказать, если они займут пятое или шестое место, в общем, в защите это будет играть огромную роль. Ну, несмотря всего на разницу давочки, поэтому абсолютно прав Александр Ушницкий, говоря о значимости данных стыковых встреч, в частности для команды Мегина-Кангаласского района. А вот для города Якутска, я думаю, что ребятам надо раскрепощиться и играть в свой любимый волейбол. У нас в городе Якутске волейбол круглогодичный. Открытый чемпионат проводится в трех лигах. Олег Шушурихин-то видел, где мяч падал и свое мнение имеет Андрей Климов. Андрей начинал играть в волейбол в Кобяйском районе и дошел до члена сборной города Якутска, играя в волейбольном клубе Медик. Очень хороший пас в диагонали, но пока Олег не может. Ну, пока блок коллективный выглядит посолиднее у города Якутска. Ребята пока справляются. Если не закрывают, то цепляют. Оно и понятно, да, пока на передней линии Никита Заусаев. Да, во всей красе. Во всей красе, но пока сегодня еще не разогнался, как, например, вчера против намцев. Ну, Якутс уже имеет середину первой партии пять очков, 15-10. Гандикап очень хороший. И при том еще Мегинцы ошибаются. Дарят одно очко. Да, дарят одно очко. 16-10. Никита Заусаев на линии подачи. Он, как говорится, вырос с мячом. Родители, матерь, Роза Заусаева. Да, преподаватель физкультуры, детский тренер. И мы, волейболисты старшего поколения, рассчитывали, что Никита будет прославлять якутский волейбол в центральной части России. Но мы хотим, а Никита выбрал специальность врача. И является очень хорошим врачом. И преподаватели Медицинского института СВФУ. По блоку бьет у нас. Афанасьев, да, верящий. Еще раз доигровки будут играть Якутск. И ответ Мегинцев не удар, а скидка. И правильно, что исключили Александра Черкашина с второго паса и получили простой перекид. И добились успеха. 12-й выигрышный мяч. 12-16. Егор Винокуров на подаче. Кто еще претендует на пятое место, кроме этих команд, которые перед нами играют? Это команды города Ленска и Олегминского района. Оставшиеся за пределы полуфинала. Вчера мини-сенсация у нас произошла в мужском волейболе, да, Ленск. Остается... Нет, вообще я про Ленск говорю. Просто они у Султану попались, может быть, поэтому Ленск остался без полуфиналов, как и на прошлых играх, да? Да, ну, летом, ну, если вот взять десятилетия или там 20 лет, да, летом, ну, часто летом Ленска спать, но это связано с отпусками, ребята работают в крупных компаниях, и геологов, алмазников начинается, нефтяников начинается сезон, им трудно собраться, на долгие сборы, там, на подготовку, и, ну, хорошо, что Ленск в этом году, ну, основные, там, четыре человека и в команде, там, ну, в общем, 12 членов команды, из них, ну, 6-7 человек, которые, ну, молодые совсем, да? Подключили молодежь свою, ну, Рыков уже, ну, опытные уже, да? можно сказать, хотя человек только школу закончил, но он уже третий год в составе играет. И хочу отметить, что у Салданская команда, ведомых, разыграющими капитаном Сивсовым, да? Она, как бы, есть в спорте такое понятие, некомфортные, неудобные соперники. Ну, у Салдана относится, у Салдана, у Салдана Чуропча относится по стиле игру, они предпочитают другой. Быстрый. Быстрый, они неудобны, так скажем. Если, ну, сверхигру, вот, мощную не покажут лидеры Ленского района, как вчера произошло, да? И Савко, и Николай Федоренко, и Рыков, ну, не получали мячи, связка, ну, взаимосвязь была как-то нарушена, и, сопротивляться было нечем. Вот и итог. Хотя, третья партия была в Заленском. Четвертой партии, да, они ввели, но концовки отдали партию. Ну, а сенсация, это, ну, не сенсация, как сказать, но это и балетбол, игра. Мяч круглый. Вот, желто-сиди Микаса по мировым стандартам. Да, переходящий мяч по темпу, Арбатский, не ловит Алексей. Ну, Алексей специалист по валетболу, он закончил физкультурный институт, одно время работал в аэропорту, но сейчас, по моим данным, он уже в школе тренирует. Арбатский. Под двенадцатым номером у города Якутска. А сегодня игрок активно играет. Вот, тащит на защите. Климов. Но если Якутска так будет играть, меганцы должны здесь в таком темпе игры как бы поднимать защиту сборной Мегана Конголаска. Ну, знаем мы его защиту, она очень хорошо поставленная, они могут навязать. Это Филиппов, оказывается. Александр Филиппов. Я ошибся. Вместо Анатолия Татаева, скорее всего, да? Да. Сегодня Татаева не видим. Пока его не выпускают. Двадцать пятнадцать. И на линии подачи Александр Филиппов. Но он вчера, позавчера, в первых днях Александр был на замене. Сегодня играет. Вот это вот было классное решение. Василий Афанасьев понимает, да, что в похожей игре Якутск не одолеть. Поэтому надо как-то выше себя перепрыгивать. Забегание за голову. Почти открытая сетка была. Клима не оказался. Ну, своего нападающего не удержал. После такой хорошей страховки довольно простой ситуации вот не смогли защититься. Нет, Алексей Арбаски тринадцатый номер играет. Он играет. Он вчера сидел на замене. Сегодня в стартовом составе. В один в один Прохоров обыграл никого, а Никиту Завушаева. Хотя на шесть сантиметров ниже него. Семнадцать двадцать один. Замена. Вместо Коли Павлова высота блока не устраивает тренеров. Егор Винокуров. Зато у Коли защита игра на задней линии лучше, наверное, получается, видимо. Да, тоже без... Якуз поднимает этот мяч. Поторопились Мегинсы, оставшись без атаки. И тут хороший. Очень своевременно и замена оказалась и блок чуть-чуть повыше и двойным блоком. Ответ получил Никита от Прохорова. Климов завершает 22-18 концовка первой партии. Приближались как могли, да? Мегин и конголазские волейболисты на сейчас посмотрим, что покажет концовка. Самая напряженная часть партии. Вот тут бы чуть порезче, да? И была бы скидочка на очко. очень грамотно по-валидбольному страховал Александр Черкашин, но здесь можно по месту, наверное, да, на самом деле или скидка. Ну, Василий Афанасьев 19-22. Ждал, ждал, потом решил взять дело в свои руки. Да, концовка будет напряженная. Есть защита. Прострельная такая передача. Обидная ошибка. Такую хорошую задумку не смогли воплотить. Блок там уже не успевал. Андрей Климов. Андрей Климов вчера. По широте нападающий доигровщик не попал. А здесь Шушурифин на высоте, конечно. Один в один даже без помощи Никиты закрывает Петра Андреева, высокого доигровщика. Мегина-Конголазского района. Просчитал, закрыл Олег линию полностью. Скидка. Слишком очевидно было, да? И скорее всего нам не слышно, что площадке ребята говорили, но я думаю, что Никита сказал давай, Саша. А те тоже услышали это. Закрыли очень плотно седьмол. Четыре седьмола в пользу города Якутска. 20-24. И сразу же завершают партию в свою пользу город Якутск. 1-0 пока столичная команда ведет. смотрим смотрим повторы. Сейчас попробуем подслушать разговоры, наставления тренера. Светлана Муратова наверное тоже решение волейтбол сегодняшний спартакеда не заканчивается. выиграете получите проиграете и получите и многие запасные получают игровое время, да? Да, наигрывает она весь состав. Да. А у Мегинцев вчера в игре против Амги не хватило качественной игры доигровщика. Ну и сегодня видим, что слабым звеном остается атака с четвертой зоны, да? Стабильный забивной доигровщик мы пока в этой роли не видим никого. У нас идет первая игра третьего дня соревнований игр народов республики Саха-Якутия в селе Амга и игры стыковые за пятое место. Победитель этой встречи либо Якутск либо Мегино-Канголазский район будет встречаться за пятое место с победителем пары Ленска-Лехмис. Мегино-Канголазский Да, ну здесь напряженно в сборной команды города Якутска есть какой-то дискомфорт Но сейчас эти ребята преодолеют, наверное, и Алексей Ербаски попросил замену. И в игру вступает в основном составе Анатолий Татаев. И Егор Сукулов возвращается. Вчерашним составом. Основным, можно сказать. Да, основным заходят ребята из Якутска. Начало второй партии. Пока счет 0-0. По партиям Якутск впереди. И на подаче Мегина-Кангаласский район. Да, может, они рассчитывали в дерби. Вот Ленск-Якуск это принципиальное противостояние будет. И наигрывать, может, надо, чтобы какие-то заготовки надо сделать. Потренять, почувствовать. Надеяться, наверное. Мы тоже будем надеяться, что за пятое место будет игра город Якутск-город Ленск. Ну, здесь свои счеты, как говорится. И любители варитбола, фанаты, болельщики обоих этой команды. Могут с нами не согласиться. Да-да, здесь у каждого свои козыри. Еще Олег Минск не забываем. Могут громко хлопнуть дверью напоследок. Молодые, высокие ребята. Два-один Никита. Зря я видел, что нужно перевод играть. Мяч на стороне. Пока много брака у Егора Винокурова. Таких вот именно мелких недочетов. По ходу игры желаем ему исправиться. Там уже поджидает Климов скидочку. Блок-аут. Совсем по-другому, нежели, чем против намцев ведут себя волейболисты из Якутска. Чувствуют себя комфортнее намного. Ну, потому что пока обеспечили себе преимущество. Достаточно серьезное. 5-1. И Мегина Конголаский, чтобы собраться, берет тайм-аут. По наставлению тренеров мы понимаем, да, что тренера и руководители команд требуют от игроков самоотдачи. Мегинцев упрекает ребят, что они желания такого не проявляют большого, что есть возможности Якутска обыграть. Да, может быть, есть в спорте такое понятие, что не веря в победу, она на самом деле не придет. Ну, надо Мегинцам искать пути и верить в себя. Ну, вот. И, собственно, брак отопускать вообще. Не проигрывать в раздевалке, да, что называется? Не проигрывать в раздевалке. Ну, перед ними стоят монстры. Опытные валетболисты, высокорослые, физически очень сильные, тактически грамотные. Ну, ребята много раз играли против Якутска. Все друг друга знают, игроки. Все свои возможности. Но, по словам Николая Горьевича Сыпангина, вчера команда Мегина-Кангаласского района показала свою лучшую игру. Вообще вот эта команда. Ребята еще со школы вместе играют за район. Есть много выходцев из села Бедиме Мегина-Кангаласского района. Воспитанники Эдуарда Ивановича Яковлева, известного в республике учителя физкультуры, энтузиаста волейбола. И вот вчера против Амги по командному движению, по волейбольной мысли показывали хороший волейбол, очень качественный. Но Амга это Амга. И, конечно, по общему уровню они превосходили сборную Мегина-Кангаласского района. И сейчас против Якутска что-то должны показать ребята. 8-5 Про Якутс могу сказать, что здесь Олег, поход открыт был, для Олега это очень удобно и он забивает. Якутс вчера играл-то против Нанцев первые три партии. Очень хорошо первую партию взял. Ну, в четвертой партии как-то у них лом получился. Но по составу, по подбору, конечно, если объективно сказать, Якутс на сегодняшний день более солидно выглядит. И если, ну, они просто лукавые, ну, не лукавые, а прямо линейные, да? Играет, высота съема позволяет им играть зрячие, да? И накатывать, ну, пол силы бить и получать выигрышное место. Вот так примерно надо отвечать Мегину-Кангаласскому району. Быстро и... Точно. Точно. Раз силовые пока не идут, да? А блок все. Тяжело Александру. Отстакивают. И пришлось Олегу просто накатывать. Будет атака. Есть. Несильная. И Якутск. Скидочкой тоже обходится. Вот такие игровые моменты, долгий розыгрыш. Вот это вот было отличное противостояние. И остается оно в пользу Игнатия Прохорова. Вот это вот сейчас заснять на камеру. Александр Черкашин решил сразу с приема решить этот эпизод. Но тут надеялся на Анатолия, да? На его мощь, но против него опытный боец. Вот еще на Кураже второе очко добывает Игнатий Прохоров. И счет уже 7-9. Ну, сейчас эти два успешных действия должны были зажечь. Внутри, ребята, огонь. Но город Якутск. Контора работает, да? Александр Филиппов у нас на подаче будет. 10-7. Заминка маленькая у нас. Некоторые вот моменты вне площадки нам не видно. Мы сидим в другом помещении и просто донести вас... Сидим и ждем, да? Да, сидим и ждем. Вместе с вами, пока начнется волейбол. 8-10. По-прежнему два мяча отрыв. Хороший блок Мегинцев. И опять скидка, которая оставляет Якутск без атаки. Но тут опять... Командная шутка допускает. Да, если исключить касание сетки и такие неигровые моменты, ошибки невынужденные, так счет был совсем другим. Не исключаю, что и Мегана Конголас может быть на мяч впереди. Но штука в том, что эти неигровые как раз составляющие волейбола, да? Поэтому все поведение всей команды в целом на площадке и в итоге выливается в такие итоговые цифры на табло. Анатолий Татаев. Первый раз в жизни вижу, что Анатолий с подачи переносит эйс. Проблеск его в волейбольной карьере. Но вот все мы знаем, что он плохо подает. Единственное... Каким-то чудом вытаскивает якутск мяч и записывает свой актив в 13-е очко. Вот что значит выдержка. Молодец Павел Сукулов, молодой подающий надежды Ливера. Вот такая искренняя радость. И это что такое? Разговорчики? Получается, из-за телевидения наказали что ли? Нет. Айала Аргунова? Нет, скорее всего он выполнял в площадке роль капитана и командный фолк. За некорректное поведение. Неспортивное поведение. Александр Черкашин на подаче. Аут. Сегодня рисунок игры для города Яковска мне чуть-чуть непонятно. Александр Черкашин умеет очень хорошо организовывать. Но он сегодня очень прямолинейный. Если чуть-чуть мяч от него отведен или ему неудобно, он старается перекидывать. Или загружать диагонального. Вот несколько раз было моменты, когда он отдавал короткие пасы. Первым темпом пытался играть. И закрывали. И напрочь забыл. Потом наиграл Анатолий Татаева три раза подряд. Я думаю, что просто дал ему реабилитироваться против Прохорова. Не пошло. Там счет 1-1 был, по-моему. И вот. Вдобавок вот еще видим. Третий подряд подачи. Якутска улетает в аут. Ну, зато блок работает. Шушурихин. Красавец. Да, ну, в защите блоком Якутска набирает свои, ну, законные. Да. Таким блоком надо набирать. 15-11. Никита Заусаев. Хорошая подача. Либера. Очень. Можно сказать, ошибся в приеме. И тут ошибка теперь у города Якутска. Переступил среднюю линию Олег Шушурихин. Не справился со своей инерцией, да? Такое ощущение, что город Якутска не слишком нажимает, да? На отрыв не старается уходить. С малой кровью, что ли, хотят ребята. Но это могут злую шутку сыграть. Счет-то равный. 13-15. Это для волейбола считается... Рабочим, да? Да, один съем, и все. Вот вторая подряд ошибка. Переступили среднюю линию. Ребята из Якутска. И Мигин и Конголаски сейчас должны воспользоваться этой неразберихой. Филиппов не переклонен. 16-13. Ну вот держится этот один брейк. Счет такой. Сона двух собственных ошибок. Да. И в конце может получить психологический удар маленький. И на этом пораже Мигин и Конголаса могут наказать. Мигин и Конголасом сейчас разозлиться надо. И уже как-то изнутри себя... Есть шанс. Настроить, доработать бы чуть-чуть еще. Ну, переходящий высокий мяч был. И высота на съемы не позволила. Ну, тут Татаев... Наоборот, позволила Татаеву, да, выиграть этот мяч. Тоже отрыв четыре мяча уже восстановлен. Вот так приняло. Наконец-то хорошая атака с четвертой зоны. У нас Джулус Варламов сейчас, если... Нашел брешь. Почувствует свою руку. Между блоком отправил. Да, просто блок, оказывается, не успел. Добрый полтора метра сетка открытая была по линии. А вот это два срыва подряд у игроков города Якутска. 15-17. И момент. Момент для того, чтобы попробовать догнать и перегнать. Страхуем. Василий, почему остается... А, сам просит атаку. Олег. Ну, половина площадки открытая ставили. Да, открытая была здесь. Видно было, что преднамеренно задумал и сделал. Так и должно быть валить боли. Иногда бывает, Нусель впереди бегает. Иногда рука подводит. Но здесь было все классно сделано. Но подача никуда. Очень много ошибок при подаче сегодня. И вчера у команды Ленска был антирекорд, да? Да, и при том, без риска подачи не силовые были. Можно было вот такие, ну, как ляпы, можно сказать. Такое ощущение, что наоборот, на силовые готовили себя ребята. И не справляются с обычными подачами. Отошли что ли? Рука не помнит. Забыли напрочь, что такое подача сои, да? Да. 17-18. Вот в течение уже трех дней мы говорим, что иногда у города Якутска бывает ребята с эмоциональными вот такими наплывами. Для них это отрицательно. Играет. Вот игре с черопчинцами, игре с намцами. Были хорошие партии и двух, ну, я точно могу сказать, в двух партиях они в середину и в концовку провалили. Хотя в двух партиях в концовке, при расстановке, когда связующий Александр Чешкашин подавал, они попасть в шесть брейковых мячей брали. Сравнивали. Но до этого-то был спад. Почему приходится догонять-то? Какими-то зигзообразными движениями. И 18-18. Ну, звоночек для Якутска. А сейчас команда соберется. Они же понимают, что 3-0 победа, она возможна. И это лучший вариант для них. Но Мегин и Конголаски сейчас должны воспользоваться. Вот впервые в этой партии доигровка была Александр Климов, откровенно. Андрей Климов. Андрей Климов, да, Андрей Климов. Попал в нижнюю часть сетки. И в первый раз Мегин и Конголасы выходят вперед. Это важно. Это концовка второй партии. Когда догоняешь, догоняешь. И, наконец, происходит обгон, да? Это не может не радовать. О, тут бы еще на защите доработать. Здесь многолетняя связка с Сергилеевским. Ну, ребята до этого играли в Сергиляхе, Татаев и Черкашин. В нужный момент на автомате. За голову и в шик. Уже очко 19-е. Ну, это ожидаемо от Анатолия в аут. В Сергиляхе его часто менял Семен Цабарайкин на подачу. И на защите. Но, может, Светлана Муратова бережет. У нас все-таки ограничения по заменам. Три обратных. Да. Да. И прямые шесть замен разрешено за партию, да? По месту, но обработать мяч не удалось. Все очень ровно. Ой, мяч держится. У нас немножко футболисты. Но Торганов срыв получился у Либера. И, наконец, блок работает. Вот чего-чего так блока сегодня пока мало. И удалось, наконец, закрыть Климова на доигровке. 21-20. Было время для сборной Мегана Конголасов построить коллективный блок. Мяч летел почти 8 метров высоко. И разбег Климова был виден здесь, да? Воспользовался моментом. Надо было другое решение, скорее всего, Андрею принять, чтобы сохранить мяч. Можно было за блок скинуть, да? Да, или скинуть. Ну, отыграться можно было и организовать другую атаку. 21-20. Поле. Вот это гроссмейстерская подача от подающего надежды связующего игрока не только района, но и республики. Василий Афанасьев, младший из братьев Афанасьевых. Старший брат сейчас сидит на тренерском помосте. Хорошая доводка с двойки будет атака, но опять... Никита Зоусаев практически мертвый мяч. Зоусаев даже на защите выкладывается. А, хитро. И вот, немножечко сбавил темп и скидка. 21-22. Пустую часть площадки. Вот ветераны Мегинской сборной сидят, болеют за своих. Есть очень хорошая доводка, но переход площадки. Если мы говорили, что у Якутска зигзаг, да? Ну, у Мегина Конголасского тоже очень такой нестабильный график игры. Причем спад длится намного дольше, чем подъем. Мегина Конголасова воспользовалась техническим перерывом. Партии можно с обоих сторон по два перерыва по 30 секунд. Счет 22-22 на линии подачи Андрей Климов. Но Андрей сегодня на доигровке допустил тромах и дал возможность Мегина Конголаса в концовочке. А это уже собственное набранное очко. Егор Винокуров 23-22. И на подаче Тимур Прохоров. Якутску звонок. Уже колокольчик звенит. 23-23. Егор Сукулов беспощаден. И невозмутим. Одиночный блок. Хорошо отвел блокирующих на себя. Никита Заусаев обманным движением. Очень хорошая доводка. Но... Просто... Как бы стратегически уже команда Якутска готова. Они знают, что Меганцы играют через центр. Сетки очень быстрые. Короткие мячи. И все троем туда собираются. И ловят. И сетбол в пользу Якутска. Правда, только один. Ну и его оказывается достаточно. Анатолий Татаев... Ставит точку. Проснулся наконец. К концу второй партии. И счет 2-0. Впереди Якутск. 2-0 это уже серьезно. С такой игрой Меган Кангаласа надо. Максим Попов пока не задействован на площадке. И вот лайк-лайк репост от Андрея Килимова. Ну я думаю... Я жду от Мегана Кангаласа. Игры... Ну чувствую себя. Но еще нету такой вот... Даже на уровне вчерашней игры нету такой игры сейчас. Как будто боятся ребята. Повести в счете, да? Да, да. Не удерживают свои инициативы. Надо уже... Сейчас-то уже терять нечего. Можно подумать, это финал игр. Нет, это всего лишь стыковые матчи. Но, тем не менее, тоже очень важные. Победивший этой пары будет играть за пятое место против победителя пары Ленск-Алекминск. Ну а сегодня у нас в прямом эфире обязательно покажем полуфинальные игры по волейболу. Сетка полуфинальная уже известна. Да, полуфиналистами стали Амгинский Амгинский против Намского района будут играть. Это у мужчин. И Чуропчинский против Усть-Алданского района. Района будут играть. Среди женщин полуфинал первый это Якутско-Лёхминский. И второй полуфинал Миргинский-Амгинский. Абсолютно равноценные полуфиналы. Оба. И Амга нам имеет свои козыри стратегические. И Усть-Алдан Чуропча это здесь... Как это дерби, да? Соседи тоже. Да, тут мы все соседи, по идее. Но особенно вот игры заречных команд противостояния. Тем более все они вчетвером вышли в полуфинал самых престижных игровых соревнований в нашей республике. Я имею ввиду, что по подбору игроков, по стратегии, по тактике. Если могут, особенно Амгинская команда, имея такого доигровщика высокого, как Макаров, да? Противостоять против Николая Павлова. А Усть-Алдан Чуропча здесь против Томфалиева Сирия и очень быстрой игры Андрея Филиппова, Иннокентия Филиппова, младшего Филиппова, да, и Попова. Усть-Алданцы Владислав Попов и Иннокентия Артамонов. И Гаврил Охловков в центре могут тоже что-то... Ну и тренер такой опытный, Яков Сивцев, исполнительный директор федерации. Альберт Бродников с другой стороны, да? Да, Альберт Бродников с другой стороны, ему тоже свой приз может приготовить. Но если у Салданцев пас пойдет младшего Сивцева, да? Чуропчинцам тоже будут проблемы. Бродников сегодня противостоит двум Сивцевым, да, отцу и сыну? Да, да. Как тренер и как связующий игрок. Ну, в общем, все будет супер, мы надеемся. А сейчас возвращаемся на третью партию. Якутск, Мегина, Конголаский. 2-2. Никак не могут с высоких мячей забить ребята из Мегины, Конголаского района. А вот это вообще срыв, к сожалению, у Петра Андреева. Да, по темпу. Мы знаем, он показывал. Игру получше. Понимая это, Мегина, тренерский штаб решила вот только потратить свой драгоценный перерыв. В начале третьей партии. 3-2 счет всего. Здесь вот за счет плохого приема Василий Афанасьев пока не может. А здесь у Афанасьев проблемы. Вынежденный медицинский перерыв, оказывается, был. Мы-то не видели. Стопа раз. Натянул стопу. Или развернул, или оступился. Андрей Климов. В любых видах спорта есть понятие медицинский перерыв до трех минут. 3-3. Прохоров свой мяч берет. Нет, почему-то счет у нас на экране 4-2. Ошибка нападения. Мяч попадает в сексу. Т-2. Ну, давно напрашивалась эта замена. И на площадку заходит Максим Попов. В Мегино-Кангаласском районе. Сразу подключает Василий его к атаке. Против одиночного блока играть надо. Вот так. Блокаут. Наглядная демонстрация, да? Да, наглядная демонстрация. Просто обводить. Кот открыт, да. Одиночный блокаут закрывает только одно направление. Аргуноба. Нет, это Сукулов-Мласов. Сукулов-Мласов. Сукулов-Павел. Исправляется с уходящим мячом от тебя. 4-6. Якутску надо заставить себя. Заставить себя надо. И Олег Шашурикин играет в этой партии. Ну, в этой утренней встрече как-то ниже своих возможностей. И Андрей Климов часто на доигровке ошибки допускает. Поспешили. А хотя... Очко остается за Мегина Конголасами. Аут. Ну, тихо-тихо, но мегинцы все-таки... Отдаляется. Темпы игры как-то... Удобно для себя сделали, да? Пропала мощь города Якутска. Счет 6-6. Навязали свой вязкий волейбол. Да, да. Ну, это удобно для команды Мегина Конголасского района. В большом волейболе есть понятие ритм. Удобный психологический и моральный такой климат в команде, да? Если они как-то... Если эмоций не хватает, а ритм высокий или медленный, да? Какие-то вот такие сбои происходят. И впереди Мегина Конголас 7-6. Задора у Якутска нет, а еще и ритм такой рваный. И Якутска просто как бы отрабатывает ребята только нахождение площадки. Это злую шутку играет. Уже два мяча впереди Мегина Конголаса. Или уже такая вот тенденция нездоровая, что первые две партии Якутска играет очень здорово, да? И с третьей партии как-то начинаются у них глобальные проблемы. С этим Никита не согласен. Седьмой мяч добротный такой в атаке берет. Ну мы Никиту сегодня видим редко по сравнению со вчерашним матчем, да? Вчера он был заряжен. Да, вчера. И такое ощущение, ну конечно может как раз есть такое понятие. Они-то реально претендовали на медали. И вот то, что упустили свои шансы. Не может отпускать эта игра ребят так быстро. Они все время мысленно возвращаются ко вчерашним своим недочетам. Ну, всем известно, что у победы семь нянек, а у поражения с сирота, да? Да. 8-8. Ну и не самое желанное, конечно, пятое место. Недостаточная мотивация может быть для города Якутска. Но тем не менее, это же лучше, чем восьмое место. Так что пока Шушурифин Олег хорошо справляется с диагонали. И уже Якутска впереди. Никита с линией подачи берет мяч. Да еще и эйс. Так, Климов. А Никита, Никита. А Климов больше эмоций было, да? Да. Каков привет, таков ответ. Не, хотя, мяч перелетел на сторону площадки Якутска. Спортивная шутка. Перл от Татаева, да? Ну, похоже на Сахира, да? Он тут? Олег, да, на классе все эти, такие мячи, ну, конечно, Олег должен выиграть. Да, сегодня он один из самых результативных в составе города Якутска. 11-9. Привычные два очка отрыва, которые преследуют Мегина-Кангаласскую команду по ходу всей этой игры. И, наконец-то, наконец-то заигрышки. Ой, что случилось? Сейчас за неспортивное поведение Олег получит, наверное, карточку. 11-10. 10-11. Да, молодцы, Мусакуров, надо своей работой относиться более ответственно. Джулус Варламов, наконец-то. Наконец-то с четвертой зоны. Сразу два очка подряд зарабатывают мегинские ребята. И вот такая радость. Да, Аргунов. А я, Аргунов. Для опытного такого игрока, так вот, вот, тем более Либра такие мячи не должен отдавать. Вау, тем более. 12-11. Уроженец Олегминского района Егор Сукулов сейчас играет успешно за команду Якутска. И хорошая скидка от Василия Афанасьева. Вот, у Якутска в защите иногда концентрацию теряет. И такое ощущение, что... Очень большая надежда на свое нападение, да? Ну, есть такое, да. И думаю, что мяч-то уже выигран, а тут-то не было. Увижу своих земляков, болельщиков из села Норогана, Мегина-Кангаласского района. Привет, болельщиков. Привет, Гриша, Уля, Лена, привет. Ну и вообще с этой стороны стан болельщиков из Мегина-Кангаласского луса. Ребята чувствуют в затылком поддержку зрителей, да? И набирают. Молодцы, молодцы. Болельщики-то подъехали. 14-12. Игнатий Прохоров на подаче. Блокаут. Наравенство будет подавать Анатолий Татаев, но надо ему очень серьезно к этой технической действии подойти. Чуть ли не эйс, а вы говорили. Это был второй в жизни эйс, наверное. В которых я видел. Ну и я в волейболе-то присутствует часть часто. Ну вот, видим, да? Уже чувствуется вмиг, как собралась команда города Якутска. 14-14. Ну, Варламов, Варламов неудержим сегодня. Наконец-то, да. Наконец-то, да. Можно констатировать, что крайние нападающие доигровщики стали ближе к столбу. Поняли, как против коллективного блога играть. Уже с трех-четырех атак свои мячи набирают, которые должны набирать. Посмотрим, куда сейчас полетит. Опять Варламова подключают. Ау, подумали, что от блока в аут отскочил мяч. 15-15. Здесь отскок от сетки был в пользу и города Якутска. Равная игра, и у Якутска уже появилось настроение. Всем нравится играть на эмоциях, в борьбе зарабатывать очки. И как будто рады ребята Якутска, что их соперники оказывают достойное сопротивление. Научно, скорее всего, научно горьким опытом, что у них третья партия провальная. Аут. Поле показывают судьи. А, нет, касание. Касание. Блокаут. 16-15. 16-15, да. Для меганцев придется им бороться за седьмое место, а города Якутска ждать своего соперника за пятое место. Если проиграет. Да. Егор Сукулов дает возможность городу Якутска более спокойно себя почувствовать. 17-15. Таймаут просит тренер Мегин Конголасского района. Вот. Мы видим жест. Ну, скорее всего, с таймаутом это лимит закончится. Мы помним, вначале был медицинский таймаут. Проблема со стопой. Да, один перерыв есть, есть. Но его, наверное, хотят использовать в концовке. Но за счет замен, вот за счет входящих игроков, донесли до команды, что хотели. И до перерыва-то получился капитальный. И без таймаута, да? Да, и без таймаута. Аж Андрей Кремов заскучал. Секретарь ввел свои коррективы. Здесь по расстановке какие-то вопросы появились. И сейчас все это будет в порядок. В Валентбурге ведется большой протокол. И учитывается каждая зона. Кто подавал, кто должен стоять в определенных зонах. Это все считается. И мяч был вращен Мегин Конголасом. И счет 16-16 получается, да? Да, счет равный. 16-16. А теперь Якуз не понимает. Как так? Ну, для порядка повозмущались ребята. Вот перерыв судейский получился неприлично долгим. Зато справедливость восстановлена. Игра продолжается. Трос был. Четвертое касание мяча. 17-16. Да, в Якуз. Вот такие моменты всегда в пользу Якуз. Да, и это, конечно, напрягает. Ребят. Не доигрывают. Не дорабатывают. Вот, Мегин Конголаские волейболисты. Зато тут у нас... В диагонали-то парень выдал шедевр. Можно... Вот. Да, сетка открыта. Одиночный блок был. И молодец. Иннокентий Андреев, который вышел недавно на замену. Из замены. 17-17. Аут. Ау, часто у нас Тимур ошибается на подаче. И 18-17. Фирменный взгляд с прищуром от Никиты Заусаева. Студентам страшно, наверное, да? Духметровый гигант, если посмотрите еще таким прищуром. В волейболе тоже на это играет свою роль. Но уверенность не пропала в сборной команды города Якутска. Они гнут в свою линию. Размеренно, методично играют. Без большого командно-скоростных движений. Но не пользуются этими. Просто зона, как говорится, в трех метрах. Красавчик Иннокентий Андреев. 18-18. Сразу влился в такую ответственность. На игру, выходя из замены. Тоже грамотно. Блок. Айал Аргунов сам на себя не похож, честное слово. Он у нас обычно стеной, горой на линии защиты. Но это не позволяет город Якутск. Опытные нападающие. Да, можно так сказать, наверное. Потому что инициатива все-таки у нападающих. Пока игру ведет, уверенно, город Якутск. На счет равный. На счет равный. Попов, Максим. Конечно, Попову надо еще подготовить. Физический, тактический момент. Рост его добротный для якутского волейбола. И в университете его подкачает, подсушит. Тогда будет клавиш. Ну, через пять лет, через четыре года, три года в барагонцах может вырасти для... Большой мастер, да? Ну, при определенной спортивной дисциплине, конечно, Семен Соборайкин из любого более-менее талантливого игрока, да? Может отшлифовать брыльян. Найти ему место, да? Да. Амплапы менять. Центр может он играть. И диагональ попасть. Мы это не слышали. 20-19. Да, напрягло одной. Когда миганцы всего лишь очков вышли, это напрягло город Якутск. Егор Сукулов сравнивает. Ну, 20-й мяч берет нападение. 20-20. Коллективный блок двойной, но отведен был от сетки. Ну, через высокого блокирующего нападал, но все равно мастерство позволило Егору сравнить счет. Сам же идет подавать. 20-20. Оу, слишком тут. Перемудрил. Хотел. Через трос перекинуть. Потока воздуха не хватило. Здесь атака вот. Да, почему-то вот игровая дисциплина у Анатолия Катаева. Да, он все время пытается работу Александра Черкашина делать. И прямо скажу, что это у него не получается. Третий раз за эту партию он пасует место Александра. Дает возможность в Мегана-Кангаласском районе сравнять счет. 21-21. Ну, такая же картина была и второй партии. Сетболт, правда, сетболт с первого же мяча был отыгран. Повезет ли сейчас Якутску во второй партии? Мы посмотрим. Ой, в третьей партии. 21-21. Ну, по драматургии, вот, в трех предыдущих дней, Меган-Стэ, должны взять третью партию. Потому что... Хороший пас успевает Александр Черкашин и выводит Андрея Климова. 22-21. Сейчас подарок должен быть. Не возмутим Аркадий Ефремов. Ну, Аркадий, судейская карьера тоже слаживается. Выездной у нас судья. Вот, вызывает судей по России. Ну, он чаще всего первый судья на этих играх по волейболу. Джулуз Варламов с подачей атака Якутска. Андрей Климов такой гвоздь заколачивает, но было похоже на аут. Касание показывает Павел Сукулов. На повторе сложно разобрать. От пола попадает, но касание не считается это. 22-22. 22-22. Ну, это плохой показатель, когда в какой-то команде часто возникает перерекание с судейством. Значит, свою работу ребята делают на волоске. Что есть возможность сомневаться в их действиях. Но судьи тоже люди. Особенно вот молодые судьи, которые судят на линии, иногда отвлекаются на зрителя. И первые судьи попадают в такое положение, когда точно определят место падения мяча. Это же момент. Не сфотографируешь же глазами. Момент прошел. Отвлекли, рассердили, накричали. И ты уже начинаешь. Два сфитбола в пользу города Якутска. 24-22. Ценные указания Александр Черкашин получил от Светланы Муратовой. И задача стоит. Брейковым мячом закончить этот матч. Потому что есть тревожные нотки в игре. Здесь в дальнейшем нежелателем 4-я патрили города. Да, смазанки. Да, вот космету их. Есть возможность установку тренера сделать. Климов не забивает. Второй раз получает. Никита в игре. Блок аут. Два раза подряд Андрей Кремов получал мяч, но для него это было... Не очень корректные пассы. Первый Таат Эверан. Еще 24-24. Наступает время для игры нервов. Я ожидал. Просто Якутска по-другому не может уже в этой спартакиаде. Проблема. Усложняет себе жизнь, да, как может. Ну, усложняет вообще карьеру. Если бы в третьей партии... В трех предыдущих встречах они сыграли, было чуть-чуть. И вот тут опять ошибка на ровном месте. Польза... Теперь сетбол в пользу Мегана Кангаласов. Антенну. Нападение... Да, это ошибка. Спешком сильно вывел пас за пределы площадки. Ровно 25... 25-25. 25-25. Я думаю, что... Хочу, чтобы город Якутск нарушил традицию и взял эту партию. Климов идет подавать. Олег решает тут. Да, 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 да. И в всех трех сетках у Якутска появляется... Площадка. Мясо в площадке. Тут очень хороший повтор мы видим. Спасибо режиссеру трансляции. Мичеля Амбросиеву. 26-25. Более уверенно было бы в такой ситуации, психологического всплеска не было бы. Да, сейчас проверка на характер обеих команд. Очень простая подача от Климова. И есть шанс, да. Да, да, достойный ответ Иннокентия Андреева. Вот что означает. Есть доводка, есть атака. Ну, это... Классика, да? Да. 26-26. Начало возражения Мегана-Кангаласской команды мы можем наблюдать. Потому что в длинной игре это шансы удваивается в Меганце. Блок-аут. Там почему-то прыгал одиночный блок. В глаз, что ли, попали Александру Черкашину. А, там в порыве радости Никита Заусаев немножко задел своего пасущего. Ну, зато Якутск впереди. 27-26. Матчбол. Матчбол. В третьей партии. Играется мяч. Четвертый раз пасует. Вот хороший был ход. А это совсем ненужная скидка. Заработали себе право на атаку? Есть атаку. Не повезло. Не повезло. Со скидками. Поздравляем город Якутск. С победой. Первой стыковой встречи. В борьбе за пятое место. Якутск. Мегана-Кангаласский. Счет у нас 3-0 по партиям. И будут ждать ребята победителя пары город Ленск, город Алёкминск. Это те, которые остались за бортами полуфиналов. Мегана-Кангаласский будет бороться за седьмое место. Ну, спасибо, что смотрели эту содержательную игру вместе с нами. С вами были мы, комментаторы Александр Ушницкий, эксперт. И я, Татьяна Иванова. До новых встреч. Ждем в полуфиналах.